МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа помощи инвалидам, по которой вы устроились на работу, это я инициировал. Загрузи его этим делом по самой улучши, чтобы он ни на что другое не отвлекался. Царёва, Джим прав. Нечего ему туда есть. Глаза потерял мало. Ход уж не думать, что моя дочь так плохо разбирается в лошадках. А куда ты шёл? Пойдём помогу. Вообще-то в туалет. Ну, пойдём. Ксюш, ну, толчу к тебе уж сам схожу. Зачем Царёв с таким риском вернулся в город? Что он ищет? Что вообще могло быть в этих компьютерах в фирме Мухни? А ты знаешь, царь в городе. И что? Пока Царёв в городе, ей грозит опасность. Можем приставить к ней, например, Гребанько. Нет, пожалуйста, только не Гребанько. Тегран Женевекович, что с Ларисой? В картиле обнаружены следы взлома и борьбы. Ты ранен? Всё нормально, это не моя кровь это. Как вы допустили, опять что? Тихо, тихо! Я сам! Ларису нашли! Что у него с лицом? Он её пытал. КОНЕЦ 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 Харон! 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 Говорю! Ну, уймись! Харон! Отдыши! Поменьше эмоций, брат. Это не фортепиано. Тут холодный мозг нужен. Уважаемый, тут он не прав, не любит, когда возле подъезда в пюте курит. Да кто такой, а? Я работаю. Не видишь, что ли? А я бью и курю, где хочу, понятно? Есть, что ментов вызывают? Я гад, что ли, ментов вызывают? Мы по-человечески друг друга понимаем, братан. И че? Слышь ты! Какой это тебе, братан, а? Уважаемый! Какой это тебе, братан, а? Ёлки! Пойдем отсюда, а? Ох, ёлки-палки! Ну, поешь, а, Федор? Ну, поешь, Федор, ну, поешь чуть-чуть, малыш. Ну, попей хотя бы. Не хочешь? Ой, здоровь, ты же сильная собака. Ты защитил меня. Привет. Привет. Давай я его заберу, тебе ж тяжело. Ну, еще что? Поговорить пришла? Нет, я на минутку зашла. Отдать тебе. Вот, это копия материалов по серии ограблений, которые вёл Плотников, потом Шорохов. Ты просил. Ладно, я пойду. Ксюша, подожди. Прости меня, Ксюша, ты столько для меня делаешь и сделала. Пожалуйста. Прости. Ксюша. 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 Да. Да, Тигран Женебикович. Буду через двадцать минут. Мне надо ехать. Давайте я хоть подвезу. Давай. Спасибо. Я тебе позвоню. Угу. Вы хотя бы успели заметить, какую руку он у вас дёрнул? Нет. Какая разница? Большая. Потому что у Царёва левая рука скрючена. Ну, Тигран Женебикович, ну откуда я знал? Мне поручили следить за какой-то мамкой. Ну, я и следил. Я даже и подумал. Потому что за тебя, Славик, как ты выражаешься? Эта мамка погибла. Звали её Ларису Устину. У неё осталось двое маленьких детей. Единственная ниточка к Царёву потеряна. Ладно. Дим, ты иди. Тебя там Кира с Томой ждёт. Да. Жалко эту Ларису. Зачем Царёв её пытал? Чего же она мне не сказала? Слушай, я бы Горбанько этому. Я бы тоже. Нет, тётя Том, тебе нельзя. Ты женщина горячая. Уволит ещё за избиение сотрудника. Не уволит. Я следов не оставляю, я профессионал. Это да. Да. Приехали. Они оттуда вот пришли, оттуда. А потом побежали туда. Ну что тут у вас, ребятки, показывайте? Ну, на первый взгляд, это смерть от повреждений при падении. И следов борьбы я тоже не вижу. Точнее, могу сказать, только в лаборатории. Ну и кровь надо проверить. А во сколько это произошло? В одиннадцать. Дворник вот заметил, сразу к консьервке побежал. А та уже меня вызвала. Кира, пишите. Женщина лет тридцать-тридцать пять. С вавянской внешности шатаемка. Телосложение среднее. Она из той семьдесятого. Где окно открыто. Я поднимался. Там дверь не закрыта. Почему вы заходили без криминалистов? Так я ж аккуратно. Я ничего не трогал. Хотел личность установить, но не паспорт, а не телефон один. Ничего не ношу. Кто такая, неизвестно. Очень даже известно. Мужчины к ней ходили все время. Много. Каждый день. Разные, холеные все. Был даже негр. Проститутка она. Господи, помимо царства. Негр? Да. А поподробнее опишите? Ну, черный весь. О! Шампусик. Стильненько, да? Ну, я. Что скажете, Кира? Очень крутая квартира. Вся в светлых тонах. Натяжные потолки. На стенках две картины. Одна сзади вас, другая впереди вас. Гостиную кухню разделяет барная стойка, на которой стоят бутылки шампанского. Вот, вот, много. Пустые и нет. Два бокала. И остатки фруктов. В гостиной огромнейший диван, на котором смятное постельное белье и разбросанная женская одежда. Везде следы органической деятельности. А пальчики? О! Очень много. И похоже, что все разные. Видать, гостеприимная девушка была. Пустите меня. Здравствуйте. 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 Я сразу вырвалась. Вам консержка позвонила. Я сразу сюда открою. Простите, а вы кто? Я хозяйка этой квартиры. Я Илье ее сдавала. Илье? Ну, да. И вон, у меня и договор есть. Я все в белую, налоги плачу. А что? А почему у вас рука забинтована? Ну, дача по... об гости ободралась. Степанова Ирина Викторовна, 85-го года рождения, Москва. Секунду. Угу. Чем она занималась? Понятия не имею. Да мне все равно, кто как денежку зарабатывает. Два года платила исправно и ремонт вот на свои деньги сделала. Я, кстати, утром с ней сегодня разговаривала. А сколько? Часов восемь. Да, да. Я забежала, денежку забрала, ушла. Мне показалось, что она была не очень в форме. Таких паспортных данных не существует, а по указанному адресу находится поликлиника. Ух ты. Что вы еще о ней знаете? Ничего не знаю. Я раз в месяц к ней приходила, деньги забирала и все. Ну, телефон-то у вас есть. Вы же как-то связывали. В том-то и дело, что нету. Она все время по скайпе позвонила. Здорово. Да, Марина в восемь ушла. Вот у меня в журнале все записано. Вот. А эта потом выходила. В магазин, наверное. Вернулась у нее, в пакете бутылки звякали. Спасибо. Если бы не вы, страна до сих пор была бы в хаосе. Побольше бы таких, как вы. Кира, пойдемте. Спасибо. С чего начнем? Ну, что мы знаем? Род ее занятий. Ну, первое, что приходит на ум, это, что он не поделился со своим клиентом. Или он заранее решил ее убить и ограбить. Ну, тоже может быть. У них же есть сайты. Кир, попросить, пожалуйста, ребят-компьютерщиков, чтобы они сделали нормальную фотографию и полазить по этим сайтам. Смотреть на проституток? Может, мне еще по борделям проехать? Кирочка, дорогая, я бы сам с удовольствием все это рассмотрел. Но не имею возможности. Ну, найду я ее. Что дальше? Там есть телефон. Забавно. Что забавного? Кирочка, дорогая. А что плохого в том, что я к вам хорошо отношусь? Только вот… Что? Ваш парфюм. Я понимаю, что он очень дорогой, но могли бы вы не так много его на себя выливать. У меня нос завязывается в узел. Хорошо? Спасибо за понимание. Ага. Сама не нарадуюсь. А вот эту вот оставь. Слава. Что? Да. Ты бы шел куда шел, а? Ладно, ладно. Вот. Это вот ничего даже… Гребанько, я уши оторву. Да ладно. Ладно. Девушка, я же вам говорил, у меня просто нет времени сейчас этим заниматься. У нас очередь на два года вперед. Только вы сможете. Я про вас читала. Вы стажировали с Германией. У вас свои экспериментальные методики. Глава врача другое мнение на этот счет. Он запретил делать такие операции. Ну, с главврачом мы как-нибудь разберемся. Посмотрите карточку, пожалуйста. Это ничего не изменит. Я уже объяснил. Записывайтесь в общую очередь. Посмотрели мы хотя бы. Чего он стоит? Он хороший человек. Погодите. Давайте карту. Почему мы передумали? Как-то вдруг увидел себя со стороны. Не понравилось то, что увидел. Только ничего не обещаю. Да, конечно, конечно. Просто посмотрю. Когда, не знаю. Я сам вам позвоню. Телефон дадите? Да. Спасибо. Пока не за что. Кира. 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 Да. Ну как? Дела на рынке любви? Все. Их тысячи, их миллионы. Я больше их видеть не могу. Бесят. Они же ничего не нашли. А между тем, Тома нашла на теле Ирины побои. Серьезно? Да. Ссадины на лице. И это не от падения землю. А еще вырван клок волос. Так что можно смело считать, что это убийство. Да. Да, Ксюша. Какая клиника? Понял. Слушай, сейчас за пара, давай я тебе перезвоню. Я тебя целую. Красивая музыка. Да, хорошая. На каждого свой рингтон, очень удобно. А на меня какой? Тоже хороший. Знаешь, говорить ничего не нашли? Тогда поедемте к человеку, который знает. У меня, правда, телефона его нет, есть адрес. Ах, вот как. Очень остроумно. У меня есть адрес только. Вы меня, может, отведете? А то мне придется опять по навигатору идти. Спасибо. Очень смешно. Может, все-таки скажете, кому мы пришли? Тому, кто сможет опознать эту иру. Должны быть зеленые ступеньки, нет? Да, вот они. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте, мне зовут Дмитрий, я час назад звонил. Проходите. Здравствуйте. Вы не говорили, что вам нужны услуги для семейной пары. Нам не нужны услуги для семейной пары, нам нужна Маша. Секундочку. Маш. Да? Маш, с тобой хотят говорить. Иду, иду. Девочки. Так, я сейчас охрану позову. Зачем? Во-первых, ты знаешь, что мы из полиции, а во-вторых, я просто хочу с тобой поговорить. Поговорить? С Лариской она тоже хотела поговорить? Она мне сказала, вы встречаетесь в каком-то кафе, где теперь она… Вот, ну что. Да. Я не знаю, при делах, ты не при делах, я вызываю… Я при делах, Маша. Лариса была моим другом, очень большим другом. Меня никогда бы не причинило ей вреда. Ее убили, скорее всего, из-за разговора со мной. Я знаю, кто ее убил, а еще этого человека. Я хочу с тобой об этом поговорить. Пойдем. 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 Что они с лицом? Он ее пытал. Ублюдок. Поэтому, если царь объявится, ни в коем случае с ним не встречайся. Сразу позвони мне. Хорошо. Спасибо, что выслушала. Вы ничего не забыли? О, да, Маша. Еще вот что. Кира, покажите. Эта женщина работала массажисткой. Мы не можем установить ее личность. Не видела никогда. Индивидуалка, наверное. А среди ваших клиентов есть негра? Есть. Фу, теперь хочется руки повыть. Я вас предупреждаю, я хочу знать, куда мы идем. А то вдруг затащите меня на какую-нибудь тергию. Хорошо. Зато у нас есть имена негров. И что? Вы знаете, сколько этих студентов и завтрак в Москве учатся? Я уж не говорю о нелегалах. Уженство африканских студентов не могут себе позволить такую Ирину. Суть по ее квартиры, она очень недешевая. Ну окей, а вдруг у нее отец-король Мумундии? И че стоим? Она не проститутка. Че? Ира не проститутка. Это ребята мальчики повызвал. Помните, нам консервка сказала, что приезжали такие холеные? Она клиент. Мы опять за картинкой не видим истины. Точняк! И квартиру она снимала специально, чтобы встретиться с этими ребятами, да? Конечно, я могу сотни примеров привести, почему зрелые женщины так поступают. А где такие тетеньки берут красивых мальчиков? Он нет. Вот так, Кира. И теперь я вас предупреждаю. Мы идем по всем ночным женским клубам. Здравствуйте. Видели когда-нибудь эту девушку? Понятно. Здравствуйте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Видели когда-нибудь эту девушку? Уже не только руки хочется помыть, а просто тошнит. Сколько еще этих клубов на сегодня? Полно. Только я что-то устал, давайте это будет последней. Согласна. Где барная стойка? Вот. Здравствуйте. Скажите, вы узнаете эту женщину? А, да-да, это Ирка. Она давно сюда ходит. Да неужели? Она в последнее время этого муфасу с собой забирает. Как муф? Муфасу. Муфасу. Чёрный парень из Африки. Ну, у нас работает. Ну, замечательно. Ну, вы поговорите. Ну, он скоро подъедет к своему выступлению. Ну, вы пока присядьте, выпейте чего-нибудь. Милые дамы, встречайте! Давай! Последний романтик вселенной. Шоколадный генталор! Аплодисменты! Привет. Руки! Вы не смущаетесь? Руки убери! Вы все с нами. Давайте зайдем в свои места и посмотрим, что будет. И поздно. Ты меня не понял? Я еще раз объясняю. Руки убра... Отпусти... Руки убра... Ну, что, это правда красиво, да? Я просто не вижу, что… ...король Муфаса! Наш! Скажите, вы узнаете эту женщину? Никогда не видят ее. Извините. Но это вы зря. Во-первых, бармен видел, как вы постоянно с ней уходили вместе. Я думаю, коллеги ваши это тоже подтвердят. Ну, а во-вторых, ее ограбили и убили. Как? Насмерть убили. Поэтому советую вам быть с нами предельно откровенными. Господи, да как же так? Опаньки. А где акцент? Ну, может, теперь скажете, когда последний раз видели с Ириной, где сегодня были в одиннадцать утра, а? Вы что думаете, это я? Да я любил ее, я на руках ее носил. Как, ну, тоже подносили. А почему сказали, что ее не знаете? Потому что если он узнает, он убьет меня. Кто узнает? Муж ее. Он вообще ни русских ненавидит. Если узнает, что я с ней... Кто у нее муж? Политик этот известный. По телевизору постоянно показывают. Новиков Михаил. То есть вы хотите сказать, что это Ирина, жена Михаила Новикова, члена Совета Федерации? Да. Юра, мы сейчас с вами переглядываемся, да? Ну, типа того. Здравия желаю. Ну что, мы забираем его? Или вы еще продолжите? Нет, забирайте. На сегодня хватит. Понял. Вы задержаны до выяснения обстоятельств. Пройдемте с нами. Я этого не делал. Ну что, на сегодня наш поход по борделям закончен. Предлагаю пойти по домам. Кира, а что вы сказали тому стриптизеру? Да так, пару фраз, но общий смысл сводился к тому, что... Вы прям так ему и сказали? Очень смелая, Кира. Таким образом, погибшая Ирина Новикова является женой члена Совета Федерации Михаила Новикова. Он же известен как ярый националист и организатор всевозможных маршей. Ирина снимала квартиру для тайных встреч с мужчинами, оказывающими ей интимные услуги за деньги. Один из них у нас сейчас в разработке, чернокожий студент. Так, с этим поаккуратней. Ему уже сообщили? Нет, сейчас собирались ехать и сообщить все лично. Заодно у меня к нему есть вопросы. Какие вопросы? А, с вопросами тоже предельно аккуратно. Тигран Джемекович, мы же понимаем, что дело щекотливое, человек известное. Так, Дима, ты вообще молчать будешь? Пусть лучше Кира говорит. Тигран. Давай, давай, давай. Ну, рысь. Давай. Хоп, хоп. Рысь, Рысь, ты что? Тихо, 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 давай, Рысь, Рысь, молодец, молодец, красавец. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Петрович сейчас освободится. Прошу вас подождать буквально пару минут. А вы кто? Сергей Власов. Я отвечаю за безопасность Михаила Петровича. У него есть своя служба в безопасности? Нет. У него есть я. Ну, чего это? Подождем, конечно. Этого не может быть. Я не верю. Вы приносите мал свои соболезновения. Простите, но я могу вам задать пару вопросов? Как она могла? Что, простите? Как она могла спать с какими-то грязными неграми? Вот тварь. Теперь, если эти журнолюги узнают, ты куда смотрел? Я Михаил Петрович. Что? Что ты мямлишь? Меня же теперь с говном смешают. Жена лидер национального движения. Спит с какими-то грязными неграми. Павла. Кошмар. Давайте быстро задавайте ваши вопросы. Основная версия убийства с целью ограбления. Может, мы, конечно, чего-то не знаем? Нет ли у вас других предположений? Нет. Она таскала на себе драгоценности на пять миллионов. Шубу из шиншиллы, телефон в верту. Поэтому этот черножон, простите, чернокожий негр ее и ограбил. Это же ясно, как божий день. Можно тогда, пожалуйста, отпись всех драгоценностей и документы на телефон? На случай, если на дело. Сергей вам все предоставит. Спасибо. Вопросов больше нет. Есть. А как вы думаете, почему Ирина, при наличии такого замечательного мужа, пользовалась услугами мальчиков по вызову? Еще и негра. Не, ну, конечно, для него это скандал и конкретное пятно на имидже. На его месте я бы не стала отрицать. Да. Игорь Амженебекович, уже позвонили? Что тебе? Так вот, может, это бред полнейший. Ну, а вдруг, как это только, он узнал про жилу, решил подстроить этот несчастный случай. Ну, а что, чтобы не позорило его? А нам эти спектакли разыгрывали? Ну, может быть. Что, он сволочь же все-таки. Да-да-да, Тигран Зимекович! Нет, это я не вам. Слушаю. Да, здесь, никуда не ухожу. Ну, да, власов этот ее устранил. Что, может быть, только все это вилами по воде. Нам нужно заниматься конкретикой. Согласна. Алло. Да-да-да, я, конечно, все понял. Больше не повторится. Ну, не сволочь уже, видишь, позвонил. Да вообще, подонок, у него жену убили, а он об Умидже думает. Игореш! Держи. Опа-на! Что? Нашел что-то? О! Понятые? Подходим сюда? Подходим, подходим. Не стесняемся. Она сама мне его подарила. Да, мы делали подарки другому. Потому что оно хорошо было вместе. Извините. Да, Тигран Женемикович. Хорошо. Я к Джону срочно. Значит, сама подарила? Сама. А бриллианты, которые она сама подарила, вы куда спрятали? Какие бриллианты? Какие бриллианты? Так что, в принципе, это как раз мой случай. Значит, вы возьметесь? Ну, все так просто, Ксения. Во-первых, случай не из легких. Вероятность успеха лишь 30-40%. А это уже немало. Да. Но я вам уже говорил. Головрач считает мою методику бредом. И боится рисковать. Мы это решим. Главное, чтобы вы согласились. Да я-то как раз буду счастлив в зрении вернуть человеку. Спасибо. Ну, мне пора. Скажите, этот человек, он кто вам? Он мой... мой парень. Ну, что ж, мне действительно пора. До свидания. Добрый день. Ефремов, что поделось синатару Новикова? Никаких утечек. По мелочи, какие утечки? Есть же тайны следствия, следствие еще не закончено. Не, родственник. Мы друг друга поняли? Абсолютно. Благодарствую. Иди работать. Да, Ксюша. Дим, вы чего ты мне звонишь? Ну, прости. Ну, только обещание. Привет, что я здесь ночевать скоро буду. Дима. Да. Я нашла врача. Это частная клиника. Клиника. И он дает гарантии 60%. Ты слышишь, 60? Нет, согласен, 60% это много. Мы даже срочно поехать с тобой к нему на обследование. Когда ты можешь? Слушай, давай при встрече, ладно? Дим, ну... Ты мне скажи, ты знаешь Новикова? Нет. Из Совета Федерации? Нет, а что такое? Да нет, ничего, думал, просто знаешь его. Давай, пока. Так ты поможешь этим врачам или нет? Как ты умеешь выбрать нужный момент всегда? За полчаса до совещания кабинета министров. Ну, так что? Хочешь вернуть прежнего красавчика? Пап, я хочу вернуть с внутрения. А если не получится, подумай еще раз. А, Ксюш? Ты поможешь или нет? Хорошо. Разберемся. Пап, спасибо. Пока. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, возьмите ключи. Вам надолго? А то у меня завтра новые жильцы заезжают. Я успею. Я вам позвоню. Может, вам помочь? Нет, нет, спасибо, я сам. Очень крутая квартира. Вся в светлых канах. Натяжные потолки. Две картины. Одна сзади вас, другая впереди вас. Кеша, криминалист. Алло. Привет. Здорово. Есть дело. Ты вообще видел, сколько времени на часах? Я знаю, сколько времени. Есть дело, приезжай. Сразу и не заметишь. Стопудово здесь скрытая камера была. Наверное, какой-нибудь автомобильный регистратор. Да. Кеш, не мог бы ты все обратно, как было? А, легко. Не вопрос. Что? Ты понимаешь, что ты предлагаешь? Понимаешь? Взять в разработку Новикола? Тигран Джанибекович, ну кому еще надо было следить за Ирой и устанавливать скрытую камеру? Это же очевидно. Муж нанимает детектива, чтобы проследить за женой. Тот приносит ему видеозапись, где его жена с Муфасой. Разъяренный муж отдает приказ устроить жене несчастный случай. Хорошо. Как ты это будешь доказывать? Ну, может, провести обыск. Там мы найдем видеозапись. Кира, он, конечно, редкостная сволочь. И, возможно, твоя версия абсолютно верна. Но он член Совета Федерации. У него депутатская неприкосновенность. И поверь мне, мне абсолютно наплевать на это. Я буду инициировать расследование, чтобы его лишили этой неприкосновенности. Но мне для этого нужны железные доказательства. Железные! А у нас что есть? Какой обыск? В Тиграну Женебековичу есть еще одна версия. Только, чтобы ее проверить, нужен тоже обыск. Нет-нет, не у Новикова. Поможете с ордером? Почему возникла эта версия? Перебирал всевозможные варианты. Это легче всего проверить. А потом Новиков этому Фасу для верности тоже скинул бы откуда-нибудь. Если ошибаюсь, буду копать под него опять. Ну да, продолжим копать. Кира? Я же просил не перебирать с парфюмом. Хорошо, обещаю. Приехали. Все совпадает с описью, которую дал безопасник Новикова. Ну чего, Кеш? Сейчас. Вуаля. Что там, Кира? Муфаса целует Иру, и они начинают заниматься любовью. Нет-нет-нет, продолжайте дальше. Что они делают вдвоем? Рассказывайте. Хорошо. Ира толкает Муфасу на диван, медленно сползает по нему вниз, становится на колени перед ним и начинает ему делать... Все, спасибо. Выключайте, я пошутил. А я не поняла. Ладно, Марин, у вас рука еще забинтована? Да. Снимите, пожалуйста, бинт. Вам помочь? Спасибо, не надо. Ну и что там на руке? След от укуса. Похоже, человек кусал. Конечно. А этого человека звали Ира. Тетя Тома это быстро определит. Марин, а вы вырвали у нее клок волос и пару раз ударили по лицу? Я ее не убивала. В смысле, ее не выбрасывали из окна? Да. Согласен. Ты как это согласен? На следы борьбы бриллианты. Бриллианты-то она мне сама отдала. Конечно, сама отдала. Вы каким-то образом узнали, кто на самом деле такая Ира, и кто ее муж. И у вас созрел план. Вы поставили в квартире скрытые камеры и стали записывать ее вхождение. Потом пришли, показали ей записи и объяснили, что если она не заплатит, вы выложите это в интернет. Мужу ее конец и ей. Ира была пьяна и набросилась на вас. Отсюда укус, вырванные волосы и синяки у Иры на лице. Остыв Ира, поняла, что другого выхода у нее нет. И отдала вам бриллианты в качестве первого взноса. А когда вы ушли, она в отчаянии выпила еще шампанского и решила, что выход у нее все-таки есть. Я все ясно изложил. Ну-ну. Хотя вы не выбрасывали ее из окна, все равно вы ее убили. Это называется доведение до самоубийства. Статья 110 УК РФ от 3 до 5. Угу. Попробуйте, докажите. Да тут особо доказывать-то и нечего. Пойдемте, Кира. Понятые, будьте добры. Да, конечно. Давай, давай, давай. Давай, давай, еще разом. На. Перекур. Здорово. Разминайся пока. Окей. Фу, Фу, Кира, господи, ну зачем так-то? Извините, бутылек нечайно пролился. А, я понял. Это вы мне мстите из-за того, что я на вас такой рингфон поставил? Это вам за все. Так о чем вы хотели поговорить? Ладно, короче, я тут подумал, что если Ларису похитил не Царев, а кто-то другой ее пытал? С какой целью? Чтобы быть на Царева. Еще. Я закончил изучать все убийства и ограбления, которые убил Володя. А Шорохов потом на последнем ограблении поймал банду обморозков. Они сознались во всех предыдущих ограблениях, и Шорохов закрыл дело. И что? Да немножко не стыкуются. Все предыдущие ограбления были выполнены ювелирно. А эти работали как дуболомы. Резали направо и налево. Хотите сказать, что Шорохов сфабриковал дело? А зачем? Не знаю, может просто ошибся. В любом случае, пока про это никому не говорите. Я не хочу рисковать. Послушайте, а почему я все время должна молчать и выполнять ваши указания? Чтобы не наделали глупости. Ах, значит я тупая? Конечно нет, Кира. Не перевирайте мои слова. Ах, я еще и вру не, да? Кира! Вы меня оскорбили, я вызываю вас на бой. Что? На ринг. Или вы боитесь, что я вас уделаю? Бут! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боитесь, что я вас увижу голый? Зашел извиниться за рингтон. Обязательно его удалю. Обещаю. А я и не обиделась. Очень даже смешно. Оставьте. Да? А вообще ваш парфюм в сочетании с женским ботом как-то по-другому действует. Как? Пойду переодеваться. А то в театр опоздаю. С Ксюшей? Нет, нет. Совершенно с другим человеком. Погодите, сейчас начнется представление. Давай, девочка, с вами. А вы сюда. Погодите. Погодите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА